на календаре 21 ноября в эфире итоговый выпуск программы время новостей миас студии михаил тютев здравствуйте ну что неделя прошла под знаком дня города завершение которой главным событием из этого ряда стал визит главы региона губернатора бориса дубровского с этого вроде и можно было бы по всем правилам принято официально верстки программ начать сегодня разговор да с него в общем и планировал но вот когда вчера вечером увидел как президент страны открывал памятник российскому императору александру первому в москве у кремлевской стены и что он при этом сказал вспомнил сразу о том о чем и сам думал когда накануне ходил по залам нашего городского краеведческого музея и слушал рассказы одного из старейших миасских краеведов музейного работника с 30-летним стажем галина михайловна на умовой в результате задуманную верстку программы подкорректировал и надеюсь что губернатор не стал бы возражать но редактор сегодня не станет гневаться если программу я начну вот силу император верил в народ знал по поистине исполинскую силу его патриотизма и французская армия встретила в россии невиданное сопротивление столкнулась с единой мощной волей одолеть победить врага а героическое бородинское сражение как мы знаем не только переломило ход войны но и определила судьбу всей европы на долгое долгое время именно тогда были созданы условия так называемого баланса баланса построенного не только на взаимном учете интересов стран но и на моральных ценностях важно вспомнить это с каким уважением и великодушием отнеслась россия страна победительница к суверенитету франции и национальному достоинству французского народа эпоха александра первого время обновления и укрепления россии и памятник александру первому по праву займет здесь свое почетное место но и как тут в двухсотлетие то победы над наполеоном и нам бы в мясе действительно тоже не вспомнить имя александра первого которому которому оказалось доселе в стране не было ни одного памятника разве вот победу в отечественной войне можно представить без имени сталина каким бы он ни был характер и роль александра первого были иными 200 лет назад через исторические городские ворота сен-мартен русские войска стриумфально ступили в париж тогда на улице высыпал весь город чтобы поглазеть на диковинных северных варваров парижан волновал только один вопрос как русские будут мстить французам за сожженную москву и вот тут вспомните слова путина из предыдущего репортажа про великодушие александра и русской армии по отношению к суверенитету франции и к самим ее гражданам и ведь действительно все это признают свидетели тех событий с обеих сторон доброжелательное и благородное поведение русских войск вызвало тогда настоящий взрыв народного ликования в париже свидетель того триумфа поэт константин батюшка впоследствии писал цитирую русские более всех внушали энтузиазм рослые гренадеры красивые мундиры чистота необыкновенная точность и правильность их движений изумляла французов они не верили что северные варвары и людоеды были так красивы они были вне себя от восхищения когда почти каждый офицер и вот здесь вот особое внимание обратите только представьте когда почти каждый офицер русской гвардии удовлетворял их любопытству мог с ними говорить говорить на их языке можно только представить то их изумление когда они слышали что страшные русские медведи и вдруг говорят по-французски французов больше всего поразило и шокировало отсутствие мстительности их поразило дружелюбие русских войск которые вошли в париж а ведь этому происшествовало страшное сражение огромные жертвы среди русских войск и среди их союзников вроде бы следовало ожидать мести а в ответ ответ дружелюбие это конечно шокировало французскую нацию уже на следующий день парижане распевали куплеты в честь оккупантов грозны в сражении севера сыны но среди нас они добры щедры великодушны каких друзей еще желать французам ну вот а что сегодня эх французы французы плохо помните историю предков кстати вступив в париж александр первый приказал еще и вернуть на родину всех французских пленных находящихся тогда в россии этим поступком он осчастливил сразу 200 тысяч французских семей а когда наши солдаты срубили несколько персиковых деревьев каком-то там одном знаменитом парижском саду местные жители примчались к русскому императору с жалобой александр первый повелел немедленно прекратить любую рубку деревьев на территории парижа после этого случая даже автор знаменитой марсельезы оружие далиль написал хвалебную оду в честь нашего русского царя к изумлению французов российские военные не только не грабили местное население как это обычно делали европейские армии но напротив платили за все не торгуясь александр первый проявил сострадание и к поверженному наполеону русский император предложил ему в пожизненное владение остров эльба и 2 миллиона франков содержание которые должны были выплачивать восстановленные на троне бурбона позже когда наполеон узнал что русский царь не стал мстить ни франции не парижу него близким он сказал внимание что он сказал если бы я не был наполеоном то хотел бы быть александром но к чему я об этом да к тому что сегодня дни исторической памяти нашего города который когда-то лично посетил император александр первый который здесь а ныне это ровно 190 лет назад своими державными руками кайлом и лопатой добыл здесь 22 пуда золото содержащих песков да еще и самородок нашел пусть даже кем-то подкинутый помнят о нем и в париже и в берлине берлине в честь него даже и площадь назвали александр плац кто-то был может помнит а у нас у нас ни одной приметы хотя когда-то была такая вот об этом я и думал слушая галину михайловну на умову стоя в краеведческом музее у сохранившихся плит с памятника воздвигнутого в середине девятнадцатого века в честь александра первого благодарными мясцами да вот не дожившего до наших дней ладно вот еще плита сохранились одна так и вовсе чудом уцелела и чудом же и отыскалась тоже настолько история быстро забылась вот это до советского периода что когда в тридцатые годы нашли вот эту плиту в мясе и принесли в музей местные жители это был тридцать пятый год а это плита с памятника первое это с памятника александру первому александру первому то есть уже местные жители забыли что был такой памятник и были такие элементы на этом памятник да делали запрос в москву в академию наук в исторический музей посылали фотографии что это могло бы быть а позднее уже найдены были фотографии и материалы в архиве а вот это вот плита к нам поступила в восемьдесят третьем году в восемьдесят третьем году тысяча девятьсот восемьдесят три года то есть да к нам а вот очень интересная история этой плиты к нам приехал в музей жителя поселка ленинского и сказал что стала в своем домике переделывать плиту с нестандартная была вынул и оказалось что вот эта часть где вот эти надписи она была в огонь перевернута и он предоставил ее нам мы съездили забрали эту плиту очистили ее то есть представляете сколько лет она горела не знаем а создавался памятник в середине девятнадцатого века это уже благодарные мясцы и златоустовцы того времени решили поставить на прииски царево-александровском этот памятник памятник да он был долгое время царево-александровским вот до советского периода и представлял собой основание из камня и колонна в основании колонны были четыре вот этих плиты с атрибутами власти и с надписями одна плита с надписью есть в златоустовском музее одна по легендам хранилась на златоустовском химзаводе вот история ее неизвестно где она плита потому что попасть мы на закрытый завод не могли а потом с перестройкой вообще все сведения как бы испарились а как вот и краеведы относятся к таким превратностям историческим что ли что царево-александровский прииск название которого есть имя императора александра впоследствии стал называться по имени главы другого государства советского сегодня он называется ленинск ну у нас все было переименовано улицы поселки города были переименованы все в ленинский вот ваше личное мнение тогда может быть историю стоит сохранять так как она и течет ну да был царево александровский прииск потом период ленинск и коль скоро история так развивается пусть остается ленинск ну так как он уже 90 лет поселок ленинский наверное можно уже оставить это все равно также часть нашей истории вот теперь должно сознание сохраняться и то что не стоит переименовывать сразу все улицы у нас в городе которые были связаны и с теми кто сделал здесь и установил советскую власть а вот все-таки дань памяти тем кто был в основании мяса и вы одну фамилию такую сейчас называли лугинин симонов там екатерина вторая подписавшая документы в берг коллегию им должны быть в мясе когда-нибудь возведены памятники как вам ну если не памятники то может это памятные знаки может какие-то улицы вы знаете несколько лет тому назад к нам обращались из городской администрации с предложениями новых улиц есть строится город новые улицы мы вносили вот эти имена туда лугинина и симонова возможно когда-то и появится возможно и чего бы в таком случае не зародиться хотя бы надежде на появление памятников или еще каких-то знаков честь александра первого или вот екатерины второй все таки согласитесь не последних людей в истории мяца а к разговору в музее мы пожалуй в программе еще обратимся тем более что и у самого музея в эти дни двадцать четвертого ноября тоже свой день рождения ну а теперь о визите главы региона иначе будет совсем уж невежливо был он хоть и с официальным визитом но все-таки и гостем тоже считался но хотя губернатором то он теперь круглосуточно поэтому хоть в праздничные хоть в юбилейные какие дни все равно в первую очередь будет подмечать дознакомиться как работают городские предприятия предприятия безустойчивые работы которых никаких задач поставленных стратегии 2020 не решить вот с них борис дубровский и начал очередной свой визит в наш округ будем покупать эта фраза произнесенная сразу после приветствия стала первой что произнес губернатор по приезде в мясо выставочном зале мясо мебели было на что обратить внимание чего приобрести но конечно борис дубровский прибыл на предприятие не за этим в ходе нынешнего визита объектом внимания были не социальные учреждения как это часто бывает а промышленный потенциал мясских предприятий предстал он во всем многообразии даже короткого знакомства оказалось достаточно чтобы убедиться производственники не сидят сложа руки их продукция находит своих покупателей далеко за пределами мяса это относится и к таким предприятиям как трек и века мт в треке губернатор осмотрел лабораторию по обеспечению качества и один из цехов на и века мт ознакомился с гаммой выпускаемых на предприятии автомобилей убедился что практически готовых сдачи первая очередь нового цеха сборки окраски кабин за отведенное время главе региона рассказали об объемах производства и заказах выручки численности персонала мы выпускаем больше 300 моделей различных именно для технологий для отраслей для наших и на сегодняшний день все это собирается в одной ветке даже когда мы делаем в декабре обычно 220 автомобилей все равно стофта вам берется совершенно разных все они идут на одном конвейере очень среди корпус новый относительно и технологии самые современные минут 15 на знакомство с очередным предприятием и снова в путь теперь в производственный цех зао системы папилон где выпускают системы для дактилоскопии тут было чему подивиться возле экрана который воочию показывал возможности системы распознавания изображений губернатор остановился увидев на экране свое изображение убедился что умная техника правильно определила возраст и пол высочайший уровень технологий тут на каждом шагу губернатор слушал внимательно несомненно узнавал для себя много нового тут паспорт можно тут можно фотографировать человека здесь электронный паспорт читать геометрический радио считать здесь можно его скопировать клавиатуру и доступ в систему лаборатория технологической одежды так называется еще одно предприятие где побывал борис дубровский производственный процесс тоже шел полным ходом швеи если отвлекались от работы то совсем чуть-чуть даже видеокамеры нисколько не смущали работе одежда выпускаемая на этом предприятии особая предназначена исключительно для работы в чистых помещениях существенный рост достигнут выпуски одноразовых изделий отрасли использующие продукцию мясского предприятия фармацевтика микробиология космонавтика приборостроения в пресс-релизе что раздали гостям упомянуты даже лаборатории где вырабатывают противоядие против вируса эбола из колесив мясо юга на север а последний объект губернатор посетил на ваш городке высокопоставленная делегация сделала длительную остановку в администрации города там прошло совещание по развитию округа в 2015 году борис дубровский начал с поздравлений мясо в связи с днем города и комплиментов именинникам этой недели действительно реально мясо это один из тех центров челябинской области которые мы вправе гордиться славная история долгая история город стабильно развивается к факторам развития борис дубровский отнес выгодные транспортные положения имеющиеся энергетические мощности и кадровый потенциал высокая оценка была дана явно под впечатлением от увиденного до обеда это все позволяет иметь нас здесь мясе многоукладную экономику которая в разных периодах вытягивает тягивает экономику города это рабочие места будничная часть совещания прошла совсем в другом стиле глава округа игоревойна выступал с развернутым докладом но это был не длинный монолог слайды на основе которых шел рассказ лежали в бумажном виде перед губернатором он то и дело требовал пояснений например раздел о доходах от продажи земли вызвал желание кое-что уточнить продали все что могли ну вот в вашей логике а налог то на имущество где он сейчас уровень неналоговых поступлений этот важный показатель благосостояния интересовал главой региона особо хотелось понять каковы планы миаса в этом направлении а какое у вас задание на по вот этой по доходам на 15 год я помню челябинс миллиард у вас сколько перед муниципальными образованиями поставлена задача заработать миллиард 800 миллионов миасу с учетом возможностей в лучшем случае удастся пополнить казну на 100 миллионов рублей губернатор интересовала насколько это выполнимо ну вот есть задача там 1 и 8 миллиардов по будущему году в целом да мы считаем что муниципалитеты могут собрать но при этом там миллиард это это челябинск я помню как лидеров на миллиард это челябинск по понятным причинам да там 200 или 300 миллионов магнитогорс да судя по масштабу вот я думаю что у вас не меньше сотни должно быть сколько у вас мы читали порядка я вот именно вот об этой работе порядка 140 миллионов рублей если сильно зажать все это льготы все которые до сегодня нет еще раз так речь не шла же все зажать есть есть задание я я его утвердил я хочу посмотреть как работа мои процедуры я его утвердил да я его сбросил вы знаете о нем или нет почувствую нет записываем тогда пшеницыну просто записываем пшеницу за вопрос я буду спрашивать теперь в каждой территории сколько у вас заданий в пятнадцатом году и как вы как бы с ним с этим с этим заданием работать примечательно что диалог шел конкретный борис дубровский водил ручкой по строкам таблицы по ходу рассуждений даже сетовал что не все необходимые данные имеет под рукой я вот уверен что вот эти вот эта сотня который о которой идет здесь речь о которой я пытаюсь здесь говорить я тоже к сожалению не взял эту бумагу с собой теперь буду брать значит давайте там запишем чтобы я с собой и имела тут верденный график в принципе если эту сотню добавить а это не меньше с точки зрения масштаба масштаба собственно территории я понимаю что у вас сотня наверняка сотня если не больше то в общем то говоря я думаю что вы бы их но имели бы другой совсем вид в широком смысле борис дубровский хотел понять как выполняются его распоряжения так ли как надо их понимают подчиненные воспринимают ли принятые решения как неукоснительное руководство к действию всегда поручение меня сделали бумаги очень долго работали я их утвердил я понимаю что все это значит на пятнадцатый год я спрашиваю вас какая у вас задач на пятнадцатый год вы ответить не можете значит чего-то мы не дорабатывали то что вы не хорошие то я не хорошие все это понятно совершенно двигаемся дальше вы молодцы это последний раз да 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 изучайте изучайте да да шутка несколько разрядила ситуацию но за ней ясно проглядывалось предупреждение что в следующий раз спрос будет строгим экономические задачи перед собой город ставит большие выделено несколько точек роста названы по ученому кластерами спортивно-туристический автомобильный сельскохозяйственный медицинский далеко идущим планом только суждено быть реализованными а пока с руководителей города спрашивали за текущие например за газификацию в текущем году что отражено в официальных отчетах проложен 21 километра сетей эта цифра вот такого размера да она потому что получили доп деньги в том то конечно нет но не надо так без этого я не не потому что какие мы какие мы какие мы какие мы молодцы что деньги дали я просто хочу понять это цифру учитывает доп деньги учитывает учитывает а что смотрите сейчас то что мы тянем значит газопровод высокого давления на ленинс да это 13,2 десятых километра. Вот они, вот в этой цифре, вот и тоже сидят. Правильно ли? Да, все верно. Еще земельный участок, газопровод в районе улицы Трактовой. Вот здесь 2 участка в втором городе. И на Плотниковой. Это те три проекта, которые ведутся на областные деньги. Вопрос у губернатора вызвал низкий уровень финансирования на газификацию из местного бюджета. Такое низкое исполнение на текущий момент по местному бюджету связано с тем, что это какие-то сети сложные, что ли? Посмотрите, областной бюджет. 41,38, 16,50. Я сейчас объясню. Значит, мы просто перенесли. У нас в этом году физически нету этих денег. Мы перенесли оплату этих 16 миллионов на следующий год. С показателями по строительству дорог Борис Дубровский был очевидно осведомлен и даже хотел было отложить разбор полетов, раз картина с точки зрения областного руководства не самая благоприятная. Может, ее перелистнуть, чтобы не расстраиваться? Давайте. Да. Я так понимаю, что мы же тут хотим оптимистичнее, какое-то удовольствие получать от этого совещания, да? А, вот, отлично, благодарю за внимание. А теперь давай верни ее. А что такое не получилось? Что ноль-то сюда? Где? Ну, что на дороге? Капитальный перелистной. Ситуация по дорогам следующая. 85 миллионов рублей, которые выделила область, из них 20 миллионов рублей пустили на мероприятия по безопасности, остальные на ремонт дорог. Они практически все инвестированы, они не потрачены. Но до сих пор подрядчики не предъявили администрации. А чувствуешь разницу в понятиях инвестированы и потрачены? Разницу улавливаешь? Слово «освоено» не нравится. Освоено. Ищем новые понятия, да? Дороги будут сданы нам подрядчикам после 30 ноября, твой контракт заканчивается. Мы либо принимаем, либо возвращаем деньги в областной бюджет. Надо было проехать по 8 июля. Дороги сделаны. Как-то я думаю, что могу отличать их, они сделаны в этом году или в прошлом. Вот здесь бы отличили. Если бы я проехал бы, то я бы сразу сказал, вот тут вот дороги, какие сделали в этом году. Сказал бы я, да? И мы сейчас эти вопросы бы не задавали, да? Во второй части совещания больше выступал Станислав Третьяков. Глава администрации поведал о мерах поддержки бизнеса, которые были оценены даже на федеральном уровне. Мы вошли в программу агентства стратегических инициатив. И на сегодняшний день подготовлен адрес муниципальных практик по всей Российской Федерации. В нем 30 разделов, в 6 из которых представлены МИАССКИ и городской уроки. То есть в данном случае я считаю, что это большой задел как для нашего города, так и в целом для области. Еще одну ноу-хау городской администрации было презентовано губернатору. Речь о сайте, который вошел в десятку лучших по России и имеет множество полезных функций. Одна из них по информированию жителей о грядущих коммунальных отключениях получила одобрение. С учетом того, что сейчас вся электронная почта есть на электронных мобильных устройствах, телефоны, планшеты, буквально через несколько секунд... Ну, в отличие, конечно, для тех, кто уже живет этим, да? То есть у кого есть электронные... А, у нас родители, кто может позвонить матери и сказать, мама, у тебя завтра проблема, отключено что-то. Нет, вещь хорошая. Мы работаем по всем. Все, хватит хвастаться, давайте будем брать эту практику. За два часа обсудили массу вопросов. Репортажа даже расширенного недостаточно, что посвятить хотя бы часть из них. Можно твердо сказать, что перспектива построить центр скалолазания все-таки обрела очертания. С Ледовым дворцом не все так определенно, но необходимость для города такого сооружения Борис Дубровский не отрицал, что уже немало. Дмитрий Скляров, Александр Лядов, ОТВ МИАС. Ну вот нашлось у МИАСских предпринимателей, что показать высокому гостю. А в 1773 году нашлось бы, что показать и основателю МИАСского завода, Лариону Лугинину. Да что губернатору? Он бы и президенту, будь он тогда смог бы, что показать. Ведь тульские купцы Лугинины были в свое-то время еще в начале аж 18 века одним из богатейших людей России. Занимали достойное место в Санкт-Петербургском порту, заключали сделки с партнерами в Англии и Голландии. Почитая стране, монополию держали в парусно-полотняном производстве. Из них же, кстати, и первый глава администрации Тулы вышел. Ну тогда-то без администрации, конечно, а просто голова. Ну, словом Палашинскому, европейскому, самый настоящий мэр. Шибко бы, наверное, расстроился Ларион Лугинин, если бы узнал, что не очень-то о нем МИАСа сегодня и помнят. А чему-то, может быть, даже и подъявился. Вот улица имени украинского Гетмана Хмельницкого в МИАСе есть. Хотя тот, было время, крепко воевал с русскими на стороне поляков. За что даже получил от польского короля высшую награду – золотую саблю. О имени, по сути, основателя города нигде в МИАСских названиях и среди памятников не сыскать. Жаль. Оттого, может быть, и люди его плохо знают. 773 год, 2014, отнять 773, 27. Чуть-чуть на соточку меньше, только 241 год исполняется. 241. Ну, не знаю, 41, наверное. Ой, 200 с чем-то, да, 41, наверное, 241. Ну, старый, меньше 1000. А что-нибудь еще какие-то вопросы? Так, 226, по-моему. Не знаю, 241 год. Так, 241, по-моему, да? Да. Ой, 250, наверное, нет? А кто основал этот город? 1773, по-моему, в каком, а кто основал, не знаю. Да нет, наверное, ничего не могу сказать. Вообще, интересовались когда-то историей МИАСа? Нет, не интересовалась. Ну, наверное, все-таки Демидов, может, нет. Почему МИАС называют городом в Золотой долине? Не знаем мы. Потому что здесь добывали золото до революции. Тоже не скажу. А вы сами местные? Конечно. Наверное, за золото. Ну, потому как он тянется, протяженность-то длинная у него. И между гор стоит, расположен МИАС этот весь, поэтому... Тоже не знаю. А то, что здесь золото добывали, знаете? А, ну да. Я об этом забыла. Правильно. А вообще, что-то из истории МИАСа знаете? Что это из истории? Да нет, вряд ли. Демидов, наверное, там речка была, организовал вот в старой части на плотине вот эти все дела. И родился город, там Кошелевка вначале появилась. И практически никто, конечно, среди основателей не называл, например, фамилию Лугинина. Можете пару слов сказать вот нам об этой личности? Ларион Иванович Лугинин – удивительная личность. Это человек довольно высокой культуры для своего времени, для конца XVIII века. И семья Лугинина входила в десятку богатейших купцов в России того времени. Такой олигарх своего времени. Да, это где-то три поколения плотно работали. А родом они из Олексинского уезда Тульской губернии. Начинались там их предприятия, в том числе и полотняные фабрики. И российский флот в значительной части ходил под парусами Лугининых. Оба, да. Торговый флот имеется? А тогда весь флот был под парусами. И торговый, и военный флот. То есть для флота Петербург поставляли. Да, а потом вот многие купцы, в том числе и тульские, как вы знаете, Демидовы же тоже были тульскими людьми, они стали приобретать заводы, строить. В том числе и семья Лугинина. Хларион Иванович со своим сыном и с внуками построили несколько заводов у нас на Урале. Златоустовский они купили. Купили же и Саткинский. А вот Миасский, Кусинский и Артинский, это уже были построены Лугининым. Это была, как в то время называли, Лугининская империя. Это действительно, если посмотрим на карте и современной, это довольно большая площадь и с хорошими такими угодьями. То есть здесь были рудники медные, железные, рудники, заводы были как добывающие, перерабатывающие. А наш Мяский был построен в 1773 году. А вот скажите, все-таки долгий период существования вот этой нашей краеведческой какой-то что ли историографии все-таки совпал с периодом советским периодом. Как тогда относились и как вам, как работникам музея, приходилось интерпретировать что ли вот эту жизнь Лугинина? Он же олигарх, купец. И даже я помню вот эти картины, которые были связаны сюда с доставкой крестьян казенных, что их сюда под конвоем ввели, в кандалах, в плохих условиях. Может быть это тоже повлияло на то, что сегодня мы имя Лугинина не так вот хорошо все и знаем. Ну, наверное, это отчасти наша вина, музейных сотрудников. Мало пропагандировали. И музейных сотрудников, а может быть и идеологических тоже, какого-нибудь горкомию партии. Вы знаете, дело в том, что в советские годы приоритет отдавался советской истории. Советской истории. Например, в наших музеях требовалось 70% всех площадей отдавать под советский период. А дореволюционная история, природа, это все, какие-то выставки, это все только 30%. И вы представляете, вот какие знания могли подчеркнуть наши посетители из такой истории, втиснутой в такие рамки. С такими рамками, конечно, трудно было рассчитывать на широкое и объективное познание истории своего края, как говорится, в самых широких массах народа. Теперь вот, да еще с помощью интернета, рамки вообще самые широкие. И расчет один на любопытство и интерес к истории края самого народа. И Краеведческий музей здесь один из главных источников удовлетворения такого очень полезного и нужного любому здоровому организму любопытства. А вот на тему здоровья и здорового организма, самого здравоохранения в округе области и стране шел разговор на пресс-конференции с участием министра здравоохранения области Сергея Кремлева, который во время прошедшего визита в МИАС сопровождал южноуральского губернатора. С 1 января 2015 года ряд МИАСских больниц переходит из муниципального ведомства в областное. Одним из первых прозвучал вопрос о том, сможет ли область выделить в следующем году средство на ремонт МИАСских больниц. Точного ответа министр не дал, ведь бюджет еще не утвержден. То, что касается Челябинской области, я могу пока говорить только о проекте «Бюджет еще не утвержден». По терпрограмме и общему нашему бюджету там рост получился, по-моему, на 700 или 800 миллионов. Позволит нам это развиваться реально? Ну, не знаю, не знаю. Не могу сказать, что мы будем вкладывать серьезные деньги в основные средства, в ремонты. Да, своими силами, где мы сможем, поможем, будем выделять деньги. Постараемся в ближайшие 2-3 года хотя бы поддерживать то, что есть. А дальше я надеюсь, что мы будем развиваться. Еще одна проблема МИАСского здравоохранения – недостаток кадров. Сейчас в округе работает 446 врачей. Дефицит – 80-90 специалистов. Это участковые, педиатры, врачи общей практики и узкие специалисты. Анестезиологи, реаниматологи, акушерогинекологи, травматологи, детские хирурги. По словам начальника управления здравоохранения МИАСа Сергея Приколотина, который также присутствовал на пресс-конференции, город делает большие шаги для привлечения специалистов. За последние 3 года привлечено более 100 человек. Среди них и врачи, и средний медицинский персонал. Что сделано со стороны города для привлечения? То есть, если раньше у нас было подъемные для молодого специалиста 40 тысяч рублей, то уже в этом году мы приняли решение. И спасибо нашей администрации и депутатам, потому что сейчас это 100 тысяч на руки. То есть, конечно, не ахти какая сумма, может быть, у других территорий больше, но, в общем-то, это тоже большой шаг для нас вперед. Вторая тема – это то, что мы привлекаем наших специалистов, молодых, тем, что со следующего года мы вносим изменения в программу развития здравоохранения МИАСского городского округа до 2020 года, где в разделе привлечения молодых специалистов будет подраздел, который будет реализовывать программу по субсидии на приобретение жилья на нашей территории для данной категории. То есть, пока сумма звучит 350 тысяч рублей, запланированы объемы 15 человек. Но пока средний возраст медицинских работников в нашем городе – 50 лет. Это говорит о том, что у Управления здравоохранения МИАСа и Министерства здравоохранения области впереди много совместной работы. Сейчас реализуется программа по заключению договоров с выпускниками вузов. Выпускники не смогут пройти интернатуру на бюджетной основе, если не подпишут договор, согласно которому будут обязаны отработать несколько лет у определенного работодателя. Есть и другие программы привлечения кадров, которые находятся на стадии разработки и пока держатся в секрете. Но начальник Управления здравоохранения МИАСа отметил, что в нашем округе, по сравнению с другими территориями, ситуация с кадрами далеко не самая плохая. Сейчас для МИАСа важнее довести до ума начатые проекты. Дальше у нас с вами впереди централизация инфекции на базе 4-й городской больницы, то есть там, где сейчас детская, будет еще и взрослая. То есть это тоже необходимо провести для того, чтобы оптимизировать и расходы на содержание данных отделений, и специализированную помощь и сосредоточить в одном месте. Это то, что как бы есть, да? То, что у нас работает, это и международные роддомы, и международные отделения, я просто даже не называю, там у нас еще очень много шагов впереди. Дальше у нас в перспективе реорганизация участковой службы в каком плане. То есть мы сейчас посмотрим тот опыт, который есть, и, собственно, наработки, которые мы сейчас планируем реализовать, они позволят увеличить возможность врача первичного звена больше уделять внимание пациенту, а не бумажной работе. То есть это тоже большой шаг вперед. Болезненная тема для МИАСа – аппарат МРТ, который город получил в рамках программы модернизации здравоохранения, но который по невыясненным причинам не работает. Что с ним теперь делать, пока непонятно. В результате его ввода в эксплуатацию, то есть уже на фазе выхода, то есть практически запуска самого оборудования, возникла на данном мете неразрешимая проблема с основным головным прибором, то есть самим магнитом. Поэтому сейчас мы отрабатываем этот вопрос на уровне министерства и правительства Челябинской области. И сегодня я вам не скажу, какое решение будет принято окончательно. Министр отметил, что вопрос решается, но все снова упирается в деньги. Ведь чтобы выяснить причину поломки, нужно доставить аппарат на завод-изготовитель. А он находится в Голландии. Учитывая то, что сюда уже серьезные деньги вложены, будем искать средства для того, чтобы его запустить. Зашел разговор и о том, что в нашем городе мало людей, желающих пройти диспансеризацию. Но это проблема не только МИАСа. Сергей Кремлев пояснил, что люди не идут, так как у них нет стимула. Его надо придумать. Один таких из вариантов стимулов. Вот раньше у нас справки. Человек едет на сам кур лечения, там еще куда-то. Он должен был за этой справкой идти обязательно, стоять там в очередь, проходить 12 врачей. Вот такая у нас была метода, чтобы получить такую бумажку. Сейчас, если человек проходит диспансеризацию, то раз в три года забитая электронная карта, вот он может прийти в любую больничку, которая связана по электронной сети с этим, и взять выписку, и в течение трех лет она будет действительно. То есть, вот если человек раз в три года прошел диспансеризацию, то в течение трех лет он реально может получить справку без осмотра врача. Мы не могли не спросить министра о дальнейшей судьбе Саши Семенова, МИАСского призывника, который на службе в армии в результате взрыва боеприпасов лишился руки и ступни. На днях редакция УТВМИА связывалась с Сашей, которому в Москве делают протез ступни и муляж руки. Он рассказал, что врачи настоятельно рекомендуют ему ехать в Германию, но у семьи Семеновых на это нет средств. Мы поинтересовались, может ли область помочь Саше. В Министерстве здравоохранения есть даже целый отдел, который занимается тем, чтобы направить пациентов на лечение за границу. Поэтому я думаю, что если он там эту ситуацию не решит, обратиться к нам в Министерство здравоохранения, мы всю эту цепочку проведем и в случае необходимости постараемся добиться лечения его за рубежом. Легко ли на деле будет добиться выделения денег на лечение за границей, пока неизвестно. Но мы обязательно будем следить за судьбой Саши Семенова. Ирина Горностаева, Айдар Насыров, ОТВМИАС. Ну вот, кстати, вы слышали, как отреагировал министр здравоохранения на историю с нашим миасским парнем Александром Семеновым, который, как мы уже вам не один раз рассказывали, очень серьезно пострадал в результате разорвавшегося во время погрузки снаряда. А вот еще одна возможная помощь Александру от депутата Госдумы Валерия Гартунга, которая в один день с губернатором тоже побывала у нас в МИАСе, которому мы рассказали эту драматическую историю Саши Семенова. У нас в МИАСе один призывник недавно в Калининграде подорвался на снаряде, который они там разгружали в дырявых ящиках, остался без руки, без стопы. К нам в редакцию позвонил, буквально позавчера и сказал, вот ему там кое-как его доставили до Москвы, предлагают сделать муляж руки. Давайте так, не будем долго говорить, дайте данные, телефон, контактный, чем смогу, помогу. Нет, мы даже, может быть, не просим помощи. Вот к таким должно как государство. Мы почему всем миром должны помогать? Так я же прежде всего депутат Государственной Думы. Вы же правильно сказали, а где мощь всего государства? Я часть этого государства, понимаете? Поэтому я буду, я же вам говорю, дайте контакты, буду заниматься. Чем смогу, помогу. Не смогу как государственный служащий помочь, ну, значит, помогу как просто человек. Отлично, спасибо. Хорошо, если Александр Семенов вдруг слышит, а мы это ему передадим, он сегодня у нас на связи обязательно. Я вам свой оставлю, пожалуйста, можете ему передать и пусть мне звонит. Хорошо. Так что вот, Александр, знаем, что теперь смотришь нашу программу в интернете, можешь теперь напрямую обращаться и к своему уральскому земляку в Госдуме, Валерию Гартунгу. Его телефон мы тебе вышли. Кстати, Валерий Гартун, как известно, один из самых опытных парламентариев в Госдуме. Уже 17 лет он представляет в ней Южный Урал. Опытный депутат, опытный политик, который за это время не только не сник, а, по-моему, стал выступать еще более горячо, ярко и убедительно. Вот и на мой вопрос, является ли совместное выступление лидеров всех парламентских партий 4 ноября, в Москве это было признаком всеобщего согласия и найденного компромисса среди всех партийных фракций в Госдуме, он завелся тотчас и в ответах его позиция была, по-моему, непоколебимой и без всяких полутонов. Есть вещи, вокруг которых не должно быть никаких внутриполитических споров. Это внешняя политика. Это принято во многих странах мира. Это в Испании, когда были теракты в Испании, все оппозиционные партии объединились вокруг правящей партии. Они сказали, у нас много различий, мы спорим по внутренней политике, но когда встает вопрос о национальной безопасности, мы все должны быть едины. И вот это 7 ноября, в этом году, как раз это и было такой демонстрацией внутриполитического единства на внешней угрозе. Потому что, посмотрите, информационная повестка последний год, она какая? Это ситуация в Украине, это санкции, это бодание с Западом, Соединенными Штатами и так далее. Здесь, понимаете, даже если мне не все нравится, что делает российское правительство во внешней политике, но я никогда вслух этого говорить не буду, потому что есть определенные правила игры политических партий. Понимаете, любой гражданин, не облеченный какими-то полномочиями власти, может говорить все, что угодно, но если ты член парламента, то ты должен единую позицию во внешней политике занимать. Это негласное правило, которое соблюдалось во всех созывах Государственной Думы и всеми партиями, входящие в парламент, независимо от того, какие у них были взгляды. Поэтому эта тема, она болезненна, и вот 4 декабря, 4 ноября это была такая демонстрация. Это не значит... Вот именно этого единства. Именно этого единства. На внешнем политике вызовы. А вы вспомните дата, что это за дата 4 ноября? Это ведь преодоление внешней угрозы. Это же Минин и Пожарский разгромили поляков, отстояли Москву. Это ведь это праздновалось. Это не что иное было, понимаете. Сохранилась российская государственность. Но здесь споров-то не должно быть. А вот в том, куда тратить деньги фонда национального благосостояния, какие отрасли поддерживать, с кого больше налогов брать, с богатых или с бедных, сырьевой или аграрный сектор поддерживать, сырьевой, аграрный или промышленный сектор поддерживать, налоги повышать на богатых или на бедных. Вот это, вот здесь мы во многом расходимся с Единой России и здесь у нас никакого с ними единства не будет. Мы будем отстаивать свою точку зрения, потому что таким радиослушателям, как Людмила Федоровна, не на что жить. И мы за них будем стоять и бороться, сколько сможем. Ну, а возможности наши зависят, в том числе от Людмилы Федоровны, от того, как она или ее знакомые, друзья, или вы пойдете и проголосуете, а потом будете спрашивать то, о чем мы говорили перед этим. Понимаете, надо спрашивать со своей власти. Я готов отчитываться за любое свое решение, за любой шаг. Любой человек ошибается. Важно признавать свои ошибки, их исправлять и двигаться дальше. Не ошибается только, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ничего не делает. Правительство тоже может ошибаться. Я допускаю, что там тоже люди могут ошибаться. Но нельзя же 15 лет подряд ошибаться. Когда тебе говорят, я же то, что сейчас говорю, и 15 лет назад говорил. Я вам говорил, что, ребята, ну давайте мы будем снижать налоговую нагрузку на обрабатывающие отрасли, повышать на нефтяной сектор. Даже закон внес в 2003 году, как это сделать? Вы знаете, ну, частично я вам сказал, как они его применили, да? А ведь ситуация-то не изменилась. То есть, изъяли из сырьевого сектора деньги и ему же потом обратно вернули, да? В итоге что мы получаем? В итоге получаем 100 китайцев в городе Миасе вместо тысячи уралов. Ну, напомню, что это горячее выступление мнения депутата Госдумы, заместителя председателя комитета по промышленной политике Валерия Гартунга. И вот еще одно событие, которое на первый взгляд вроде бы является только событием одного человека. Хотя вот на мой взгляд, оно все-таки выходит за пределы одной судьбы и учит всех других. В поисках справедливости и защиты своей чести и репутации рук не опускать. Некоторое время назад мы вам рассказывали о деле Дениса Гусева, бывшего директора муниципального автономного учреждения благоустройства, которому прокуратура предъявила иск о взыскании более миллиона рублей в пользу городской администрации. Рассказывали и о том, что Денис эти деньги не присваивал, а просто по устному распоряжению в то время исполняющего обязанности главы администрации Евгения Степовика перечислил в другое предприятие. Не на благоустройство, а на ремонт теплотрассы по улице Романенко. На днях состоялось очередное судебное заседание, результатами которого с нами поделился сам Денис Гусев. Вчера состоялось судебное заседание в Минском городском суде, в котором суд вынес решение о том, что взыскать причиненный ущерб миллион девятьсот сорок спектр по снабжению, девяносто семь тысяч рублей СМА Управления благоустройства. Ну и Госпошлина, суд тоже распределил между вот этими двумя юридическими лицами. А прокурору в отношении меня в иске отказать. Такое было принято решение вчера в Минском городском суде. Ну, в принципе, вы довольны именно таким решением? Да, я доволен таким решением суда. На сегодняшний день меня оно устраивает. То есть суд действительно вник в суть вопроса, разобрался. И принял, на мой взгляд, вполне адекватное решение. То есть у кого деньги на расчетном счету находятся, тот и должен возмещать ущерб, причиненный Минскому городскому округу. В принципе, защищена не только эта материальная сторона вашего дела, но и ваша собственная репутация в том числе. Да, да, я считаю, что суд поддержал меня в данном случае и, в общем-то, сохранил мою честь и достоинство. Спасибо. То есть вот так вот было. Представители СЦА, представители администрации в данное судебное заседание не явились, и представитель ПЭК теплоснабжения тоже не явился. Ну, поэтому мы разбирали дело в присутствии меня, ответчика, и в присутствии представителя прокуратуры. Вот и все. Ну что ж, значит, еще российский суд, который хоть и подвергается, а со стороны общества часто такой вот критики, в принципе, может принимать и справедливое решение тоже. Да, хочется верить, что иногда это происходит вот так вот положительно. Слава Богу, что так оно и есть. Спасибо. Всего доброго. Ну вот, может, и ему наш город сегодня станет и ближе, и немного роднее. В конце концов, хорош-то он, я имею в виду город, и дорог человеку, на самом деле, на самом деле ведь не природой, архитектурой какой-то, или там квартирой, или машиной. Думаю, что только существом самой жизни, которую мы здесь все вместе проживаем, теми событиями, что происходит здесь с каждым из нас лично. Если уж не сложится что-то и пойдет как-то все в этой личной жизни наперекосяк, тут уж никакая природа, леса, горы и озера не заставит вдруг полюбить этот город, да еще с теплом о нем вспоминать. Тут все, как говорится, на живую. Ну вот как у Дениса Гусева. Явно ведь вздохнул человек, и город вокруг него, наверное, как-то преобразился. А всего-то ведь и нужно, чтобы, например, законное решение суда стало одновременно и справедливым тоже. Но не забываем, что неделя это для города праздничная, поэтому вновь возвращаемся в музей. У нас, когда мы делали опрос, не называются не только Лугинина фамилии, но и других не знают людей, которые так или иначе связаны и с Уралом, и с МИАСом в частности тоже. Были такие яркие личности в истории? Ну, конечно. Прежде всего, это все люди, связанные с МИАСским заводом, с Златоустовским заводом. И тут крупнейшая личность 19 века – это Аносов. Павел Аносов. Это удивительный человек, это человек своего времени, сделавший столько открытий, и вот здесь к его чести… Булатная сталь – одна из них. Да, булатная сталь. И наше золото – тоже его детище. Практически все основные, самые яркие были и находки были, и строительство уже МИАСского завода, как золото промышленного центра на Южном Урале. Это заслуга Аносова. А Павел Аносов тогда был управляющим Златоустовского горного округа. И он всегда выбирал один день недели для того, чтобы посетить МИАСские прииски. Хотя у него было пять заводов, несколько фабрик крупных. Он был в то же время и управляющий фабрики оружейной на золотоустовских заводах. А Куса, Садка, а особенно Арти отстояли очень далеко. Да, да, да. И он успевал и уделял очень много внимания нашим золотым приискам. Ну, вот это одна из личностей. И дальше можно вспомнить выдающихся людей, которые, ну, хоть как-то прикоснулись к нашему МИАСу, побывали. Царь Александр I побывал здесь. Затем, это был 1824 год. В 1837 году на Урал едет наследник, будущий император Александр II, Александр Николаевич. А он едет с роскошной свитой, в которую вошел в том числе и Василий Андреевич Жуковский, наш знаменитый поэт. А как мы знаем, Василий Андреевич вел дневник. Дневники, кстати, вели все сановники того времени в этом походе. Самый знаменитый оказался Жуковского. И у него оказалось два дневника. Один из рисунков, другой его дневник. Ну, МИАСу, правда, мало уделили внимания. Вот проехали через него. Ну, хотя бы таким образом. Ну, были, посмотрели, видели. Затем, на протяжении нескольких лет у нас в Оренбургский край возглавлял генерал-губернатор Перовский. Алексей Перовский, знаменитая фигура. Друг Пушкина, друг Даля. Он тоже бывал в МИАСе. В Владимире Ивановиче Даля, да? Да, Владимир Ивановича Даля. Владимир Иванович служил у Перовского. То есть он же его и пригласил. Затем забытая вот такая личность, очень яркая. Начальник горных заводов Хребта Уральского на протяжении почти 25 лет. Владимир Андреевич Глинка. Из тех же Глинок, из того же рода. Что и Михаил Глинок. Да, из того же рода. Который неоднократно бывал в МИАСе, тоже в Златоусте. Его деятельность еще не полностью изучена. Хотя много сейчас специалистов, историков, которые хотя бы отчасти восстановили его деятельность. Уникальный человек, который бессеребряником прибыл на Урал. 25 лет прослужил и ни с чем уехал. А мог бы озолотиться. То есть столько у него. Мы знаем, что он помогал декабристам. Он был родственником Кюхельбекера. И помогал всем декабристам. На расстоянии вытянутой руки и близкого дыхания. Вся история, связанная с МИАСом тоже. И с выдающимися людьми своего времени. Вы понимаете, что МИАС был таким местом, которое привлекало очень многих людей. Выдающихся людей своего времени. Я уж не говорю про тех, которые жили на Урале. Да и своих МИАС дал. А Симонов наш Егор Митрофанович. Да. Вы понимаете, что из... В особняке которого сейчас мы находимся. Да. То есть мы... Вот вы спрашивали меня об открытиях. Вот одно из открытий, я считаю, это найденная мною дата его рождения. 8 апреля 1839 года. При каких обстоятельствах случилось это открытие? Это не случайно. Это я искала 20 лет в архивах все сведения о Симонове, пока наконец-то в Золотоустовском архиве нашла его дату рождения. Я считаю, что это наш долг был музея, так как мы находимся в его доме. Дом продолжает жить, дал место для музея. И действительно самое лучшее место для исторического особняка. И это память, история. И музей как можно лучше не сохранит никто, такое здание, чем музей. А вот как вам кажется, в каком направлении можно и нужно еще работать новым, молодым сотрудником, краеведом? Во всех направлениях. Чтобы узнать что-то еще. Вы знаете... Какая часть малоизучена? Когда мы с Аллой Павловной впервые побывали в Оренбургском архиве, целенаправленно ехали, мы были в Оренбургской губернии. Алла Павловна, Овчинникова директор. Овчинникова директора, сегодняшний директор нашего музея. Вот когда первый раз мы приехали в Оренбургский архив, я ей сказала, мне до пенсии хватит, тут работы. Но оказалось, что далеко не изучено. А история нашего города разбросана по всем архивам Урала. Ну, конечно, еще нами не охвачены Москва и Петербург. А там непременно тоже есть. Очень много там наших материалов. А здесь на Урале, это у нас и Челябинск, Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Златоуст. То есть это богатейший пласт. То есть это нескольким поколениям еще работать и работать. Работать и работать. Ведь в определенный период в России, вот сейчас называют валютой цех страны, называют Чукотку и Магаданскую область. А в то время вот таким вот валютным цехом страны, главным пополнителем золотых запасов империи, был наш МИАС, как я понимаю. Да, не только МИАС, но Урал. Первые прииски Березовские под Екатеринбургом, самые первые. Самые первые, да. Потом МИАСовские, после нас Пласт. И даже наши оказались еще богаче. Тогда еще Качкарские. Вот где и прииски были у нашего Егора Митрофановича Симонова. Ну и конечно же все равно мало изучена история советского периода. Она изучалась, публиковалась однобоко. Вы знаете, что революционные события, военные события, а столько страниц, которые остались белыми, их очень много. История современности как-то тоже должна отражаться в вашем музее Березове? Она отражалась всегда. То есть у нас в нашем музее, к сожалению, нет площадей для того, чтобы достойно представить историю современности. Интересный тогда момент. В истории страны таким ключевым событием 20 века является Октябрьская революция. Она тоже здесь, безусловно, каким-то образом отражена. Но и период перестройки вполне революционного характера, он ведь тоже через 100 лет будет отражаться каким-то образом и здесь. Здесь, может быть, личные вещи Олега Дерипаски, нынешнего владельца Уральского автомобильного завода, придется разместить. Все возможно. То, что сегодня это сегодняшний день, завтра это уже история. Завтра это уже история. То есть все нужно собирать, а собирать нужно вовремя. Ну вот так же период Гражданская войны. То есть она настолько яркая у нас. Но вы же знаете, что теперь многие ученые считают, что она вообще началась у нас в МИАСе. Вот здесь поподробнее. А ученые сложили все дни, числа, часы, начало военных действий Гражданской войны. И оказалось, что наш бой под горой Моховой, вот это первое событие. Это начало Гражданской войны. В день рождения МИАСа. Что можете пару слов пожелать жителям нашего города? Не забывать свои корни, свою историю. Есть чем гордиться здесь. Всем есть чем гордиться. МИАС удивительный город, что сохранил свою историю, корни. И очень много коренных фамилий мы видим в МИАСе в нашем, несмотря на все исторические события. Можете их назвать сразу в подборном. Их очень много. Ну, например, вот пойдем по нашей улице, по улице Пушкина. Это Дунаевы, это Симоновы, это Зайцевы, музыканты. Вот более 150 лет семья именно музыкантов. Это Сюткины, это Росомахины, это Дорофеевы. То есть очень много фамилий коренных у нас сохранилось. То есть есть чем гордиться. И фамилии эти у нас и сейчас на слуху. Носители этих фамилий тоже проживают в МИАСе. Да, и очень многие активно участвуют в истории нашего музея. Хорошо. Ну что ж, спасибо, Галина Михайловна, за маленький кусочек нашего разговора, который, конечно, является маленькой-маленькой частицей всего, что случилось в МИАСе. И всего, что еще будет происходить, нужно все это сохранять. Хорошо. Спасибо, Галина Михайловна. Ну а еще благодарим, конечно, и директора музея Аллу Павловну Овчинникову. И весь, без исключения, коллектив сотрудников Краеведческого музея. Всегда доброжелательный и приветливый. Спасибо за ваш, кажется, неслышный, но так необходимый труд. Если бы город обладал живым голосом, он бы, думаю, тоже выдохнул из груди своей такие слова благодарности. Хотя, впрочем, вот их я сейчас, кажется, уже и слышу. Сходите в музей, и вы их услышите тоже. И в заключение, к тем перечисленным Галиной Михайловной ярким личностям в истории МИАСа хочу добавить и имя Михаила Лаптева, журналиста и писателя. Редактировал заводскую газету когда-то, газету «Уральский автомобиль». Лиц сотрудником и ответственным секретарем долгое время работал в МИАСском рабочем. И тоже свои строки вписал в МИАСскую историю. Но многим запомнился все-таки еще как автор замечательных стихов, рассказов и просто как интересная и яркая личность. Выпускник уникального литературного института имени Горького, сокурсниками которого были многие известные советские литераторы. Впрочем, больше, чем знает о нем Борис Михайлович Фрильянский, например, я вряд ли расскажу. Просто у всех, кто знал Михаила Лаптева, кто работал рядом с ним или общался в литературном объединении «Ильминит», а это и журналист Зоя Анатольевна Соколова, и писатель Борис Миронов, и наш коллега, тоже отличный поэт, а теперь и прозаик Валерий Кузнецов и многие другие, у вас есть повод вспомнить сегодня Михаила Лаптева. Сегодня у него день рождения. Я жил небогато и шумно, любой презирая багаж, порой точно старая шхуна, теряющая такелаж, и ночью, высокой, как вера, мой каждый твердейший шаг с небес одобряла Венера, звезда пастухов и бродяг. Ну вот и летит, наверное, в звезды врезалась где-то там, над Миасом, светлая душа Михаила Петровича Лаптева, который вас всех, своих друзей и учеников, и видит, и помнит тоже. Вспомните его и вы. На этом все. Разрешите откланяться до следующей, уже последней, ноябрьской недели. Всего доброго. Девушки отдыхают. А как на речке, что за лесом? Обложка вышла, да зазря, мы потопили плод с железом, да на железе соболя. Кого винить, да вроде некого, кого казнить, самих себя, а как бежать, так вроде некуда, кругом демитова земля. И без того не лучше каторги, житьем у нас хоть волком бой. Оттуда смерть едит и гадами, да и отправленным собой. Не на урок, на веки вечные, прощайте так и до гроза. Мы с целью тачками повечены, видать лишь зубы на глаза. Ой, люди, люди, яboxы дж Таковы только мы, сердечные, ужской загублены из честь. Да, вот, проходи, спины, вернее, И норовят плотину снесть. Пошла беда хлистать по колесу, Кышты векор, где мортины льют. Рослоз по каменному поясу, Пошел рекой, добротный юг. Челябинск, ходит толпан, Юглованец полупровар, Он паровар, он воручку, Вещает сон, певает романсон. А кто ты такой? Да чей такой? Да самозванец он и вор. Он из демидовских пацан, Пустился на обман, убежал. Утек набедался в листве, Лизауру цынь, душой черствел. Да в Кругачевском воинстве, Сейчас он атаман. Уж он посажен в кресло царские, Чинит властям крутой допрос. С народом все добром да ласками, А с боярами всерьез. Дурманит головы свобода, Вершится справедливый суд. Да жаль, укрылся воевода, Качал бы брюхом на ветру. Чинит власт, водит полупровар, Ютогонец полупровар, Он паровар, он воручку, Вероняй, Иисус, и он воручку. А кто таков, да чей такой, Надолго ли по миру гулять? Монашка старая с клюхой, Гадает за ручьем. Гадает, да не ведает, Что уж химельку предали, Кружит в степи над бедами, Ждет крови воронью. А как накружатся поганые, Да чрево подлые набьют. Снега укроют, пятна алые, Да только память не собрут. Поскольку нам терпенье дадено, Там много времечко пройдет. Под ними трусь, ступьем с врага, Тенай, за правду лыковый народ. Все терпят наши душеньки. Редактор субтитров А.Семкин